Кроме специализированных служб, которые вы мобилизовали, это ваша прямая обязанность, мобилизовать еще и население для того, чтобы ускорить эту работу, понимаете? Это тоже это самое. Давайте конкретно по... Спасибо за вашу информацию, за ваше замечание. Пожалуйста, по проекту решения. Может какие-то дополнения, может кто-то с чем-то не согласен. У нас в четвертом пункте записано пересмотреть подход к формированию резерва кадров в сочетании молодых специалистов, зрелых специалистов. То есть у нас здесь есть в городе одно маленькое учебное заведение. Это бывший учебный комбинат традиционного тресла. И сейчас он функционирует только под эгидой Министерства юстиции. Там готовят специалистов, таких как сварщики, столяра, мастера по газовым установкам, лифтеры и так далее. Полный перечень, я не знаю, могу уточнить и доложить. Если его обижать или просто создать условия для того, чтобы готовили этих специалистов, необходимых для работы на тяжелой технике. Юлия Анатольевна здесь, она это самое, взяла себе на заметку, потому что это вопросы очень важные для города, конечно. Это было бы поскольку. Чтобы выучить специалистов, для геологического мученистов, им нужна какая-то практическая практика. Так просто теоретически ничего не даст. Ну это первое. Второе. Сегодня мы учим их при таком низком уровне заработной платы. Они покинут и поедут дальше. Это очень важно. Здесь тысячу рублей будет. Это же не только касается именно этих специалистов. Я же говорила и о электриках, и соотехниках. Это очень правильное звучание. Вообще нет в республике ни низкого звена, ни среднего, ни высшего. Нет таких специальностей. Никто не обучает. Но этот вопрос уже мудируется на уровне Министерства народного образования. Это будет вакуум. Это да. Это готовство. О том, чтобы мы должны дать еще два вопроса. Да. Значит, вот в этом... Так, а ну, Марья Петровна, пишите. Значит, в третьем пункте, где речь идет о том, что сделать перечень специализированных техник и так далее, поставить точку в экстренной ситуации и еще дополнительно дописать, выйти с предложения к правительству о приобретении нефтанной техники. Я думаю, что уже глава ведет переговоры. Если такое будет решение общественного совета, только укрепить его позиции, поскольку общественность сегодня тоже этот вопрос ставит. Это вот этот пункт. Добавить просто то, что было написано. И я сегодня говорил о СМИ, о их роли. Значит, я полагаю, что общественный совет города тоже может обратиться к нашим средствам информации о том, чтобы они в полном объеме, в своевременном формировании населения о ситуациях, проблемах и путях, и мерах их решений. Полностью обжимно давали информацию. Это и их защитит, потому что это, можно сказать, обращение. И с другой стороны, и в какой-то степени, наверное, обяжет, потому что, ну, вы же видели, как давать информацию. Так, пожалуйста. Людмила Ивановна, вот по последнему, здесь администрация и госсовета активизируют работу комиссии по ЧАЭС, для чего пересмотреть план действий. План действий не надо пересматривать, он универсальный. Отношения? Просто мы видим, да, мы видим, что он, оказывается, у нас есть, но он не действует. Значит, тогда действительно отношение к этому пахнет. Проанализировать, не пересмотреть, можно проанализировать, и в случае необходимости, наверное, откорректировать. Потому что, если так, мы сразу ставим вопрос о том, что пересмотреть. А нужно его проанализировать, и там, где нужно подкорректировать. Тогда будет более, так вот. Так, хорошо. Проанализировать выполнение, наверное, было. Скорее всего, да. Да, так, сам план очень хороший. Есть смысл приводимости, да, дополнительно его откорректировать, и так далее, исходя о сегодняшнем реале. Так, хорошо, еще. Елена Анатольевна, у вас что-то есть? Николай Викторович, вы ничего не будете добавить в это решение наше? Может, у вас есть замечания? У вас вот перед вами на столе там все. Дайте ему быстро смотреть. Так, пожалуйста, члены общественного совета, у вас есть какие-то замечания, предложения? Я думаю, что здесь мы будем писать данное решение направить к кому, к кому мы направляем его. И тот уровень, который мы направляем, должен, наверное, отчитаться в месячный срок или как-то надо определить, что он делает. Ну, мы направляем его тем, кому оно адресовано. Здесь, согласно городскому совету и городской администрации. И что? И указываем на средства массовой информации. И что? Через месяц? Хватит? Николай Викторович, как вы считаете? Месяц, это не я. Антон Николаевич? Ну, тут смотря о чем. Принять необходимые меры для ускорения и завершения работ, это в течение двух дней надо сделать, да? Месяц о чем? Ну, нам надо доложить это самое. Вот по тем позициям, где нужно обратиться к правительству, где нужно сделать вот этот перечень весь. Короче, на все вопросы через месяц мы должны получить... А? Нет, нет. Мы не говорим об этом. Мы говорим о том, что сделано по это самое. Что-то находится в стадии решения с чем-то уже вышли в правительство, что-то уже сделано это самое. И средства массовой информации должны информировать горожан об этом. Когда мы получим ответственность, мы через средства массовой информации доведем. Что после этого заседания сделано то-то, то-то, то-то. Иначе тогда нет смысла нам собираться и говорить, если не будет конечного результата. Принимается Николай Афанасьевич. Так, пожалуйста. Я так думаю, что этот проект нашу решение было опубликовано, наверное, в нашей местной газете. А вот здесь же есть. Ну, мы на территорию. Мы пригласили все. Конечно. Ну, вот еще такой вопрос. Городскому совету народных депутатов занимать более активную позицию в условиях ЧАЭС. Что имеется в виду? Ну, я вот, понимаете, что я хотела этим сказать, Антон Николаевич. Вы выступили с хорошей инициативой. Вы вышли депутатским корпусом на расчистку города, показали пример. Вы провели заседание президиума. Но вот следующий пункт, тот, о котором мы говорили на заседании вашего президиума, вы не сделали. А мы говорили о том, что вы должны вместе с главой администрацией выйти к людям через средства массовой информации, сесть вдвоем перед телевизором или перед камерой и сказать, что люди добрые. Вот мы к вам обращаемся. Нет, сложилась такая-то ситуация, такая обстановка. Я понял. Но дело в том, что неправильно говорить, что мы не сделали. Все, что у нас зависело, мы все сделали, решение приняли и направили к главе. Вы не настояли на своем. Высшее конституционное лицо уже здесь принимало решение. Как это? Что значит настаиваться с вами? Я должен ему звонить даже на 15 минут или зайти на приемную, ждать, когда он будет? Что имеется в виду? Нет, вы должны были прийти к нему. А что вы должны сидеть в приемной и ждать? Вы должны были к нему прийти, зайти и сказать, что вот такое решение есть у нас в президиуме. И я пришел вам его довести и хочу, чтобы мы вместе с вами вот это сделали. И все. Я думаю, что... Хорошо, мы это редактируем. Так, пожалуйста. Полномочия принимает в городе, а чрезвычайная ситуация. Надо податься. Главы? Президент принимает в начале. Главы за закон, а то, чтобы вы... Вот есть... Так, есть. Полномочия принимает в чрезвычайную ситуацию. Полномочия только в президенте. Президент, да? Ну, я бы хотел... Президенту дочекулирую? Нет, а что бы хоть какой-то... По правилам спасательного подразделения. Дело в том, что я вижу вашу роль немного выше, потому что вы как человек военный способны оценить это как можно ближе, потому что понятно, что это глава может обратиться. Но ваша роль вот именно в снеге касается оперативности. Вот когда снега свежевыпавший, его легче чистить. Сегодня на уборку льда уйдется десятки больше времени, чем после же выборки. То есть вы хотите вернуться к вопросу по закону о гражданской защите? Ну, в данный момент, скажем, полномочия, где ускорит процесс принятия этого решения, тем более, они... Ну, мы уже попросили Антона Николаевича, чтобы он прозонировал этот вопрос. Отчетливается надзор за работой... ...и как гражданской защиты города. И является глава государственной революции. Но вы не являетесь, опять же, сотрудником по администрации, но ваша роль здесь не заменит. Так, пожалуйста, конкретно еще по самому по администрации. Вы за дело военность не проявляет, а не только ездишь. Так, все, давайте прекратим дебаты. Я думаю, что достаточно. Единственный пункт надо еще добавить, Людмила Ивановна. Вы помните, когда вас подняли на общественной палате, вас попросили проинформировать общественную палату о том, какие меры будут приняты общественной палатой. Поэтому надо еще один пункт проинформировать. Ну, вы и так знаете, что надо проинформировать общественную палату. Вы проинформируете, да. Я думаю, что достаточно широкое решение. И, в принципе, есть поле работы каждому. Так, значит, если нет других предложений, давайте проголосуем. Члены общественного совета. Кто за то, чтобы принять решение? Дополнениями и замечаниями, прошу проголосовать. Против? Нет. Значит, будем считать, что основную повестку дня мы рассмотрели. Теперь я хотела бы вот что сказать. Значит, у нас в городе, вот по предварительным данным, которые у меня есть, существует официально зарегистрированных 183 общественных организаций. Есть такой реестр, не классно. Значит, 183. Вот, видимо, я думаю, что я выйду с предложением к председателю городского совета и к главе администрации, с тем, чтобы мы где-то в феврале месяце или в марте собрались вместе с общественными организациями, может быть, не со всеми, но с крупными общественными организациями города, с тем, чтобы обсудить проблемы, которые стоят перед горожанами, и чтобы вот эти общественные организации не были, как лепить рак и щука, в разные стороны тянули, а чтобы они действовали в направлении того, чтобы улучшалась жизнь горожан в нашем городе. Вот, как вы считаете... Людмила Ивановна, у нас есть коррекционный совет общественных организаций, куда входят 16 организаций, самых массовых. Вот, давайте встретимся... Вот, давайте выйдем в Казахстан, перед государственной администрацией, давайте встретимся в ближайшее время с ними. Хорошо. Вы не возражаете, Людмила Михайловна, вы как... Не возражаете. Да, пожалуйста. У кого есть вопросы ко мне по сегодняшней повестке дня? Когда будет готов? У кого есть замечания? Я думаю, что завтра, послезавтра мы его вам... Мы его влюбим в средства массовой информации... Чуть-чуть мы вам занесем с утра. Нет, с утра информация это поток, а председателю и главену это сразу дать. Нет, да нет, конечно. Завтра. А можно завтра? Мы же завтра, как у меня. Всегда. Я с утра на проверки, а кто будет сейчас. Так, нет замечаний. Спасибо за приглашение. Спасибо всем. Желаю всем здоровья, успехов. И давайте, пожалуйста, работайте вместе, солидарно, чтобы не было вот такого, когда горожане говорят, что, извините за тавтовок и за грубой, что нам пофиг, кто власти, нам важно, чтобы в городе было хорошо. Поэтому давайте, пожалуйста, объединять свои усилия и делать, чтобы горожанам было хорошо. Спасибо. Всего доброго.